Возвращаемся к прохождению и теперь можно разобраться с новой местностью. Конкретно в этой локации много интересного я не найду. Вот здесь снова выхожу к центральной башне, в таком углу. Внизу уже видно ее первый этаж с водой, второй этаж, третий этаж. И здесь, за пропастью, находится карта. Сейчас я туда перескочу, я наконец-то понял, но не дожил до наших дней. И здесь мы обретаем карту, причем достаточно подробную карту местности, на которой отмечается даже местонахождение персонажа. Я даже и не привык такой щедрости от разработчиков. Обычно приходилось ориентироваться на местности, запоминая двери и коридоры, а тут целую карту предоставляют. Ладно. Ну и последняя интересная штука, которую я возьму, прежде чем отправиться на берег, это вот этот фрукт. Фрукт глупца позволяет повысить физические силы. Употребляем его. Магии сейчас 56. Заодно и фрукт мудреца тоже употребим в пищу. Теперь магии 57 стало. Возвращаемся обратно в комнату сохранения и покидаем эту локацию. Отправляемся на морской берег. С этой стороны еще один выход к центральной башне, но мост там не опущен. Поэтому в эту сторону мы не пойдем, а пойдем мы вот в эту сторону. Северный Утес. Именно Северный Утес, как не сложно догадаться, с севера от священного города, от центральной башни, отделяет город лесного народа от моря. Собираем расходники из вас. И переходим мост. Здесь, рядом с воротами, в небольшом ущелье, можно найти большое количество разбросанных стрел и арбалетных болтов, что свидетельствует о том, что здесь происходила какая-то битва, но забегая вперед, скажу, что это не какая-то там битва, а именно здесь столкнулась экспедиция, отправленная нашим королем и возглавляемая мастером меча Септиега с монстрами Видду. И здесь она была разбита. Похоже, я уже целую вечность никого не видел. Я член экспедиции Эхиладин. На нас напали солдаты с головами змей. Если бы с нами не было Септиега, то мы бы все погибли. Мы прибыли сюда, чтобы вернуть идола и спасти нашу страну. Для меня большая честь сражаться вместе с мастером меча Септиега. Септиега позволил взять себя в плен, чтобы спасти всех остальных. Скорее всего, его доставили в тот дворец. Я хочу помочь Септиега, но я потерял мой меч. Когда Септиега покидал страну, король передал ему меч. Наверное, тот меч рассеивал силы тьмы. Где мой меч? Сокрушается Кайл Кэмпбелл. Именно так зовут этого одинокого рыцаря, сидящего здесь с боевым стягом. У него нет больше меча, и он окутан депрессией. Здесь мы видим несколько змееголовых воинов и странный магический огонь, который не позволяет нам пройти далее. Что это за змееголовые воины? Давайте расскажу поподробнее. Это те самые солдаты, которые напали на членов экспедиции. Они принадлежат к неизвестной расе или племени, которого опасались даже монстры, живущие в городе. В древнем городе обитало много монстров, однако среди них больше всего боялись именно Видда. Говорят, что именно они уничтожили всех членов экспедиции. Вот здесь из пасти змей полыхает прямо на лестницу магическое пламя, которое не позволяет нам пройти в замок королевы Видда. А там, вверху, на водопаде, внимательный игрок заметит кристалл, который я попытаюсь сбить луком. Надеюсь, много стрел мне не понадобится, но сделать это непросто, учитывая то, что нет никакого прицела в этой игре. Ну, у меня уже рука наметанная. Оп, со второго выстрела. Неплохой результат. Это очередной пустой кристалл. Ну что ж, используем его. Вдруг действительно делает он мою магию сильнее. Заодно и ману восполнил. Экипирую обратно огненный меч вместе со щитом и ставлю вспышку в качестве боевого заклинания, потому что сейчас придется начать воевать с первыми противниками, которые выглядят очень странно. У них нет рук, зато есть ноги, хвост и голова с огромной пастью. Какие-то гипертрофированные головастики. Я не знаю. На драконов это точно не похоже. И здесь в углу за сталактитом можно заметить кольцо защиты от магии воды. Кольцо воды. Магическое кольцо, защищающее от воды. Дает 20 единиц сопротивления магии воды, что придется очень кстати, потому что практически все монстры в этой локации атакуют помимо физического урона еще и магией воды. Поэтому кольцо я экипировал сразу же. Преодолеть магическое пламя у нас нет никакой возможности. Поэтому продвигаемся дальше в единственный свободный проход. Что у нас здесь? Здесь на небольшом уступе можно найти башенный щит. Осмотрим его поближе. Щит башни. Высокий щит для защиты всего тела. Экипируем его сразу. И впереди можно заметить странную баррикаду. И если заглянуть внутрь, то можно увидеть здесь трех оставшихся членов экспедиции. Поговорим с Джошуа Гриффином. Я отправился на разведку. Когда я вернулся, то вот что я увидел. Я никого не смог найти. Можешь взять это себе. И дает нам камень маяка. Впереди находится форт. Я видел надписи, указывающие путь, который позволит проникнуть во дворец королевы. К сожалению, я не помню, что там было написано. Ну, спасибо. Ты просто кладись информации. Поговорим со следующим членом экспедиции, которого зовут Джон Парк. Кто мы? Мы всего лишь солдаты, проигравшие войну. Ты не видел здесь рядом статуи змей? Это дворец королевы. Да, видел. Из них идет магический огонь. Статуи змей не позволят входить в него, но монстры входят туда спокойно. Наш отряд разбит. На нас напали невероятно сильные монстры. Тебе не стоит ходить во дворец. Возможно, для этого тебе что-то понадобится. Я заметил, что у всех монстров есть одинаковые вещи. Что теперь с нами будет? И последний член экспедиции, с которым можно поговорить, это Лайл Кагада. Я нашел эту еду. Если хочешь поесть, найди себе что-то сам. Властелина меча взяли в плен, и нам нечего было есть, поэтому я постоянно ищу что-нибудь, что можно покушать. Остальные пытаются спасти Септиего. Я не могу этого сделать, так как очень голоден. Ну что ж, печальное зрелище представляют из себя остатки экспедиции короля. Тем не менее, это все еще не все члены экспедиции, с которыми мы встретимся. В частности, где-то в замке королевы должен быть заперт мастер меча Септиего. его тоже попытаемся в ближайшее время найти. А пока продолжаем зачищать прибрежные пещеры. И вот новый вид ксеноморфа, который метает в нас заряды магии воды. Неприятно то, что их тут сразу трое. Вторая не особо приятная особенность этих монстров, это то, что они сами себя лечат. А третья их особенность, то, что они еще и отравить могут вот этими вот странными пузырями, которые выпускают изо рта. Тут главное не умереть. У нас еще много дел в этой локации. Поэтому аккуратно расправляемся с ксеноморфами. Подбираем монетки. Монетки пригодятся. Мне тут нужно будет закупиться стрелами для арбалета и грибами магии. Так, здесь пентаграмма быстрого перемещения. В засаде сидит ксеноморф. Вот он прыгает мне на голову. Нужно быстренько с ним разобраться, чтобы он не доставлял мне в дальнейшем проблем. Хватит лечиться. И время забраться на маяк. Как может заметить внимательный зритель, все побережье окутано мраком. Практически ничего не видно. Такая тьма стоит на побережье. Сейчас мы это исправим, когда зажжем магический маяк с помощью символа, который нам дал один из уцелевших членов экспедиции. Икону огня применяем на алтарь огня, после чего загорается магическое пламя маяка, освещающее все вокруг. Мы можем видеть прибрежный форт, в который отправимся в ближайшее время. И вообще окружающая местность стала гораздо светлее и веселее, чем тот мрак, который мы могли наблюдать до этого. Ладно, спускаемся вниз. Внизу рядом с камнем с гравировкой нужно подобрать очень важный амулет, который позволит нам легко расправиться с одним из двух предстоящих боссов. Водный ксеномор стреляет. И вот он, тот самый амулет. Сейчас покажу его поближе. Ожерелье воров ценимое ворами это ожерелье позволяет стать практически невидимым. Надпись на плите «Да защитит пламя хранителя иконы». отправляемся исследовать пещеры. Далее здесь в закоулке я хочу подобрать два гриба маны. Надо только аккуратненько вынести этого головастика. Отлично получилось. Тут вот еще очень странный новый грибок, который накладывает временный паралайз. Ничего, с ним тоже справиться не составит труда. Забираем грибочки и уносим ноги из этой комнаты. Что-то у меня вот этой магии света совсем не получается попадать. научусь. Сменю заклинание на вспышку. Ей хотя бы сподручнее стрелять, можно понять, куда летит выстрел. вода в пещере по колено не позволяет быстро перемещаться и монстры пользуются своим преимуществом. Бегают быстро, уровень поднялся. это хорошо. Уже тридцатый. Попробую одеть талисман воды. Может быть он поможет быстрее перемещаться? Да нет, точно так же медленно перемещаюсь, как и раньше. Ладно, оставлю пока этих вид, да. Продвигаемся дальше. Ну, прям по хвосту. Да, вспышки сподручнее сражаться. Вспышка мне нравится больше. А ну-ка давай выходи ко мне сюда, на берег. Не хочу с тобой в воде воевать. Вот так и погибнуть недолго. отлично. Осталось зачистить пещеру, которая находится прямо впереди. В ней три или четыре этих головастик. Я буду выманивать их по одному, а на монтаже ускорю эту битву. твари достаточно опасны. Плюс тут еще периодически с воздуха пикируют на меня вот эти летучие богомолы с крышнями. Не знаю, как их назвать. поэтому очень аккуратно по одному вытаскиваю этих ребят, иначе они просто толпой задрызут. Победа! находим новую шпагу. Цунами тонкий магический меч в котором заключены силы воды. и покидаем эту пещеру направляясь прямиком к точке сохранения. В дальнейшем у нас есть два варианта прохождения. Мы можем либо пойти в прибрежный форт, который сейчас находится слева от нас, либо изучить подводные пещеры, не знаю даже, чем займемся в первую очередь. останется. не знаю, что будет,